МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 70% аметьевцев приняли участие в выборах в Госсовет. В день голосования в городе и районе работали 115 участков. Айфон за семейное фото. Я и моя семья в авторе не ожидали. Жительница Альметьевска получила приз розыгрыша в день выборов. Альметьевцы смогут получать деньги за сообщения о нарушителях ПДД. Эту возможность дает обновленное приложение «Народный инспектор». Место для лидеров и творческой молодежи. Новое отделение движения первых начало работу в Альметьевске. Забег, где бегунов на всем пути поддерживали песнями и кричалками. Завершился музыкальный полумарафон. Как прошло событие. Выставка, где можно увидеть космических пришельцев и сказочных существ. Когда смотришь на чужие работы, прям хочется тоже создать что-нибудь самому. Экспозиция «Сныча Родея» до конца осени работает в Альметьевске. Это новости Юго-Востока. В студии Чулпан Масалова. Здравствуйте. Завершилось голосование на выборах депутатов Госсовета Республики Татарстан с 7-го созыва. Все 115 избирательных участков в Альметьевском районе закрылись в воскресенье в 20.00. Явка в городе составила 70%. В районе 85%. Жительница Альметьевска Ланда Шпатапова стала призером розыгрыша в день выборов. Она выиграла 15-й айфон. Чтобы стать участником розыгрыша, нужно было сделать семейное фото после голосования и выложить в своих социальных сетях с хэштегами «Алха Татарстан» и «Всей семьей на выборы». Остальные 11 счастливчиков из других районов республики. Обладателем главного приза автомобиля «Лада Веста» стала жительница Апастова Лилия Зайнулина. В воскресенье 8 сентября прошли выборы депутатов Госсовета Республики. В фотоконкурсе, посвященном Году семьи, приняли участие 93 119 человек. Я и моя семья в восторге. Мы, конечно же, не ожидали, когда нам сообщили эту радостную новость. Мы не знали радоваться, что делать, а как-то растерялись. Это для нас большой сюрприз. Большой сюрприз для моей семьи, для моих детишек. Огромное спасибо организаторам. Что я хочу сказать – ходите на выборы и делайте свой выбор правильно. Спасибо. Альмитевцы смогут получать деньги за сообщения о нарушителях ПДД. Такие возможности дает обновленное приложение «Народный инспектор». Сегодня в регионе утвердили правила вознаграждения пользователей платформы. Постановление об этом подписал премьер Алексей Песошин. Еще ранее глава Минцифры презентовал новинку Раису. Это было на международном форуме «Казан Диджитал Уик». Так, к примеру, если вы увидели, как водитель во время езды пользуется телефоном, за такое видео можно получить 435 рублей. Если заметили, как кто-то пересек стоп-линию – 230 рублей. За видео выезда на встречную полосу или на пути трамвая встречного направления – 1440 рублей. Это самая большая сумма. Вознаграждение составляет 50% от суммы административного штрафа. В Альмитевске открылось новое первичное отделение «Движение первых». Активисты объединились в молодежном центре «Фабрика». Организация работает в районе чуть больше года и уже насчитывает около 7500 участников. Вступить в «Движение» могут дети с 6 лет. Взрослых ждут в качестве наставников. Творчество – одно из 12 направлений, которые развивают в «Движении первых». Как говорят руководители организации, именно оно самое популярное у молодежи. Сабина Галямова присоединилась к первым около месяца назад. Девочке 12 лет и с раннего возраста она занималась в разных кружках – от искусства до спорта. Сабина уже задумывается, кем станет после школы. Она уверена, что скучной жизнь не будет. Очень ярким. Я вижу свое будущее очень ярким. Я хочу вот тоже вот во всех мероприятиях быть ведущей. Хоть я недавно, но мне это очень сильно понравилось. Сабина Галямова – не единственный ребенок в семье. У нее есть младшая сестра. И небольшая разница во времени рождения иногда становится аргументом в спорах двойняшек. «Ссоримся иногда, а так очень дружно. Надо что-то делить, вот это все там. Нужно вот как-то вот, если вот она старше меня на пять минут, и то есть вот эти минуты она проявляет себя как-то может быть на пять лет, на десять лет». Самира пошла по стопам старшей сестры и присоединилась к движению. Девочка стала ведущей на празднике открытия первичного отделения в молодежном центре «Фабрика». Организация работает в районе чуть больше года и уже объединила около семи с половиной тысяч активистов. «Конечно, нас радует то, что к нам как можно больше начинает присоединяться и открываться первичное отделение в учебных заведениях». Первичное отделение – место встречи детей и подростков с наставниками. Кроме учебных заведений, они базируются в подростковых клубах. Вступить в ряды первых можно с шести лет. Верхней границы по возрасту нет. Взрослых ждут здесь в качестве наставников. Елена Баури, Нурзалятов, Новости Юго-Востока. Жительница Альметьевска задолжала своим пятерым детям алименты на сумму более 370 тысяч рублей. За это ее привлекли к административной ответственности. В суде женщина вину признала, раскаялась. В ближайшее время намерена трудоустроиться и погашать задолженность по алиментам. Суд признал ее виновной в совершении административного правонарушения. Теперь женщине предстоит отбыть 100 часов на обязательных работах. Более 2 миллионов рублей передал 26-летний местный житель мошенникам. Мужчине поступил звонок якобы от коммунальщиков, которые сообщили о замене счетчика. Мошенники попросили продиктовать код, который поступит на телефон. Через несколько минут в мессенджер пришло сообщение о взломе портала госуслуг. В этом же тексте был указан телефон горячей линии. Мужчина перезвонил, а в ответ мошенники начали рассказывать ему о кредитах, оформленных аферистами. Попросили срочно их закрыть. Взяв несколько новых, потребовали подписать договор о неразглашении этой информации. Молодой человек в первый день перечислил неизвестным 1 миллион рублей, взятый в кредит. На второй день взял еще 500 тысяч и даже оформил автокредит на эту же сумму. После того, как он передал аферистам более 2 миллионов рублей, они предоставили ему псевдодокумент о погашении всех кредитов. Об обмане мужчина догадался, уже будучи дома, и сообщил об этом сотрудникам полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Главные события города, района и всего Юго-Востока Республики есть на нашем сайте. Если хотите оперативно узнавать свежие новости, подпишитесь на наш телеграм-канал. Предложить ему для выпуска можно, написав нам в WhatsApp. Это еще не все новости. Вернемся после короткого перерыва. И вот о чем расскажем в следующей части. За век, где бегунок на всем пути поддерживали песнями и кричалками, завершился музыкальный полумарафон. Как прошло событие. Выставка, где можно увидеть космических пришельцев и сказочных существ. Экспозиция «Снычародея» до конца осени работает в Альметьевске. В Альметьевске прошел музыкальный полумарафон 2024. В нем приняли участие дети и взрослые преодолевали разные дистанции. Общее количество бегунов превысило 1800 человек. Участие приняли гости из Черногории, Казахстана и Туркменистана. Наша съемочная группа работала на месте. Пять, четыре, три, два, один. Альметьевский полумарафон открыли детские забеги «Тимиркиц» на 300-600 метров. На старт вышли 200 юных спортсменов. Некоторые приехали участвовать вместе с родителями из другого региона. Так, например, Василиса Сукач из Оренбургской области. Потому что мне нравится спорт и за родителями. Семья Сукач приехала в полном составе. У супругов четверо детей и все они участники забега. Старшему ребенку 16, а самому младшему 2 года. И даже он поддерживает увлечение родных. Получилось, что дети за родителями. То есть мы для них, наверное, примеры. Им нравится. Они у нас всегда занимались спортом, плаванием, баскетбол. А бег у нас подключился. То есть мы ездим на марафоны в Москву, в Казань, были в Узбекистане. То есть нам это очень нравится. Дети всегда с нами. Одним из самых массовых забегов стал марафон «Бежим за счастьем». Перед стартом школьники построились. Кто-то гордо нес табличку с номером школы. На данный момент проходит один из самых массовых забегов «Бежим за счастьем», в котором принимают участие более 5000 школьников. Некоторые идут или бегут даже с родителями. На протяжении всего пути размещены музыкальные точки и группы поддержки. И это главная особенность полумарафона. Участников постоянно подбадривают кричалками и плакатами. Таких точек болельщиков на всей дистанции было 100. Возле молодежного центра находится одна из точек питания и освежения. Так их называют. Здесь бутылка воды уже открытая для того, чтобы спортсмены могли попить на ходу. Дальше еще одна стойка, где нарезанные фрукты, апельсины и бананы. Основными стали дистанции на 10 километров и 21 километр. Их преодолевали более тысячи человек, в том числе гости из других регионов и стран Черногории, Казахстана и Туркменистана. Конечно же, самое основное, каждый, вот если у вас не спросите, все бегут за медаль. Если у них есть памятная медаль, то это мурашки побежали, правду говорю. И потом они могут еще сделать гравировку со своим личным временем. Цель, знаете, такой общей коммуникации на хорошей энергетической и эмоциональной волне. Победителями на дистанции 10 километров стали Игорь Головин и Зинаида Обручкова. А на дистанции 21 километр на вершине пьедестала оказались Вадим Миронов и Альфия Валеева. Следующим стартом серии «Тиммермен» станет Казанский национальный полумарафон. Он завершит спортивный сезон в Татарстане. Маргарита Трегубенко, Ильин Урзалятов, Новости Юго-Востока. Существа из русских народных сказок, а рядом пришельцы с далеких планет. В Альметьевске открылась выставка, которая не только удивляет посетителей своей фантазией, но и показывает, как искусство может соединять прошлое и будущее, традиции и инновации. В картинной галерее состоялось открытие выставки сны чародеи 21 века. Куклы – это те экспонаты, которые интересны как детям, так и взрослым. Все мы родом из детства. Выставка, как собрание кукол, созданных по мотивам книг, фильмов и мультфильмов, а также уникальные авторские работы, вдохновленные фэнтезийными мирами. Вдохновение для их создания художники черпали из таких произведений, как «Алиса в стране чудес», детального создав безумного шляпника, героя, сыгранного Джонни Деппом из одноименного фильма. Один из волшебников, чародеев этой выставки, замечательный вот такой вот шарманщик со своей дочкой или внучкой, которая так на нас заискивающей, пытливо смотрит. На выставке «Сны чародеи XXI века» представили более ста кукол от 70 художников из разных уголков страны – от Калининграда до Якутии. Работы выполнены из разных материалов, каждый экспонат уникален и проработан до мелочей. Одной из главных работ стал авторский проект, созданный по мотивам отрывка из поэмы Александра Пушкина «Руслан и Людмил». Мне очень нравятся вот такие фантастические работы, которые уникальны, которые не заставляют сравнивать, скажем так, с исходником, когда вот портретист рисует портрет, и ты начинаешь вот… А вот он, его глаз там прищуром идет. Мне очень все понравилось, особенно то, что тут есть куклы Александра Сергеевича Пушкина. То есть это такой писатель, который изучается во все времена и чтен детьми и взрослыми. Валерия учится в 10 классе, также посещает школу анимации. Она считает, что посещение подобных мероприятий может помочь развить свое воображение, наполниться вдохновением. Благодаря таким выставкам можно научиться передавать тонкие детали, которые делают персонажи более правдоподобными и привлекательными для зрителя. Когда смотришь на чужие работы, прям хочется тоже создать что-нибудь самому, сходить куда-нибудь, что-нибудь нарисовать, лепить, куклу какую-нибудь сделать. Выставка продлится до 24 ноября, посетить ее может любой желающий. Раила Тыпов, Антон Николаев, Новости Юго-Востока. Нефтяник завершил первую серию игр на домашнем льду матчем против Пензенского Дизеля. Первыми забросили гости уже на шестой минуте. На первый гол соперника Нефтяник ответил быстро. С передач Ислама Хасанова и Вадима Хлопотова шайбу забросил Максим Лазарев. После этого игра у альметьевской команды совсем не заладилась. 1-3 к первому перерыву, а после финальной сирены 1-6. Домашняя серия завершена. Первым соперником на выезде станет новичок в лиге команда Юнисон Москва. Ярмарка морепродуктов приехала в Альметьевск. Белорыбица, палтус, горбуша, чавыча – это лишь небольшая часть представленной рыбы. В павильонах можно приобрести и красную икру, а также скумбрию и селедку. Продукция привезена с Дальнего Востока. Все свежее и приготовлено без консервантов и красителей. Это подтверждает сертификаты качества. На некоторые позиции действуют скидки. Рыба Камчатки в Альметьевске. В павильоне возле кипермаркета «Эссен» по улице Ленина 126 вы сможете приобрести рыбу, привезенную из Камчатки. Для истинных гурманов представлен широкий выбор угощений и, как всегда, богатый ассортимент рыбы и морепродуктов горячего и холодного копчения. Вся рыба выловлена в естественной среде. Наша рыба коптится на натуральных опилках. Это позволяет сохранить полезные качества продукции. Разнообразие деликатесов впечатляет. Потрясающая чавыча, которая является царицей лососевых рыб. Нежнейший палтус, очень вкусная белорывица, кижуч, нерка, форель. Есть и в оси сельдь. Вся рыба малосоленая. Для гурманов красная икра. Рыба богата омега-3 жирными кислотами. Настоящую камчатскую рыбу вы сможете приобрести с 10 по 15 сентября в павильоне возле кипермаркета «Эссен» по улице Ленина 126. О событиях в соседних городах расскажет Елена Бауэр. Опасные игры ознакаевских детей попали на камеру телефона местного жителя. На фото видно, как трое несовершеннолетних сидят и стоят на подоконниках окон третьего этажа. Окна при этом открыты. Взрослых поблизости не видно. Лениногорец избил собаку. Камера видеонаблюдения сняла, как овчарка залаяла на прохожего. Животное было на привязи, и мужчина хотел ее отпугнуть ногой. Но у него слетела обувь. Ситуация повторилась несколько раз. Мужчина разозлился и накинулся на собаку. После нескольких ударов животное забилось в конуру. В Лениногорске вырос подсолнух-гигант. Растение появилось в огороде местного жителя. На фото видно, что подсолнух значительно выше человеческого роста. Пользователи сети предположили, что его высота достигла 4 метров. В Бугульме от дотла сгорела баня. Пожарных встретила хозяйка. Женщина сообщила, что внутри никого нет. Но огонь мог перекинуться на крышу здания. Огнеборцы потушили пламя. Обошлось без пострадавших. Предварительная причина пожара – неправильное устройство и неисправность отопительных печей и домоходов. Лучшие комбайнеры Гютазинского района получили награды. Глава района и начальник сельхозуправления поощрили сотрудников денежной премией. Ее получили работники разных хозяйств. Заинский борец стал призером всероссийских соревнований. Данил Карпов занял третье место на соревнованиях по борьбе среди юношей и девушек 2007 и 2009 годов рождения. Состязания прошли в набережных Челнах. За звание сильнейшего спортсмены боролись в течение трех дней. Соревнования посвятили памяти заслуженного работника физической культуры и заслуженного тренера Республики Тазарстан Алмаса Загрудинова. Какой будет погода на Юго-Востоке во вторник узнаем далее. Во вторник, 10 сентября, в Альметьевске прогнозируется переменная облачность. Температура воздуха днем плюс 25, вечером плюс 16. Ветер юго-восточный до 6 метров в секунду. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба. Вознакаево, Бавлах, Бугульмей, Зайнский и Лениногорский будет облачно с прояснениями. Днем столбики термометров покажут 23-25 градусов, ночью 14-18. Ветер юго-восточный до 6 метров в секунду. Можно не только следить за новостями, вы можете предложить нам тему для сюжета, сообщить о проблеме, либо задать вопрос. Для связи также есть WhatsApp и Telegram-бот. Пишите. На этом я с вами прощаюсь. Всего доброго. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова